здравствуйте уважаемые любители ножей зрители нашего видеоканала тут вот лещика мне подогнали нашего обского только сегодня еще плавал и соответственно почистить определить думаю вот пожарить о чем большой немножко пожарю и немножко ухи сварю на двоих нам хватит вот ну и пользуюсь моментом такой красивый лещик сейчас чуть-чуть потестирую наши ну то есть и рукой подожди вещи не сделал вот то есть как потестирую ну понятно что почистки с рыбацким не сравнится ничего ну рыбацкий вот этот он из м390 и 108 станочная из d2 и я больше даже буду тестировать не этот нож я просто попробую даже вот первичному резу чуть-чуть по рыбе может я м к и вообще не работал практически не резал я не знаю вроде хвалят а попробую я вот этот нож как он вообще ну я же как универсальный нож позиционирую в том числе для рыбалки и форму него прикольная да вот все у него классно как он будет вообще у нас работать давайте попробуем начнем с него и начнем попробуем им почистить чешую кстати можно вот этой стороной даже ну чё когда-то всегда мы чистили простыми ножами я уже настолько им чистят вы после рыбацких чуть поперек чтобы не летела ну чистит ну-ка рыбацкий наш рыбацкий счет что понятно видите он чистят все делают без напряга причем он не газательный из этой стали это будет делать как вы понимаете да тут тут рыбачистка работает конструкции рыбачистки хоть из 90 пятки хоть вот я попался под руку и замки вот чтобы даже не бревляться видите он все хорошо я могу как бы подпиливать дать шую вот все также по верху могу пройти и меняем угол и тем раз изменил вот я тоже прохожу хребет разворачиваю вы видите да а за счет того что я как бы такие вот движение делаю подпиливающие шуя видите не летит в разные стороны ну здесь парни даже по видео видно что конструкции ножа удобству ножа они вне конкуренции все понятно причем даже вне конкуренции со специализированными рыбачистками вот мне больше интересен вот этот нож вот я обратить внимание что я делаю то есть я укорачиваю клинок вот я как работаю все они работают целым клинком это это неудобно немного также еще раз говорю можно использовать и обух ножа в этих ножей обуха достаточно на некоторых рыбах можно чистить обухом ну что вполне себе универсальный нож конечно если вам не 100 килограмм рыб чистить потому что 100 килограмм почистить этим ножом все таки и что получается делать вот вот я делаю на чистит но она летит а этим тоже самое я беру здесь только угол изменяем но я вам сейчас очевидное конечно показал что рыбачистка лучше но показать я хотел другое что вот это 108 финка она вполне вполне себе как универсальный нож и как нож рыболову любителя вполне себе имеет место быть тем более это для людей кто не любит всевозможные пилы потому что некоторые вот эти рыбачистки не пилами их называют почему-то ну надо похож на пилу но это рыбачистка вот все ну и как бы пробуем м-ку на качестве реза впадаю в край через кость я прошел через бок кости надо сказать немножко другое рез то приятный самый рез хороший даже на этих мелочах его потом совсем это уже сделаю жабры обычно я выдергиваю руками без всяких то есть надрез сделал сотый раз повторю жабры надо убирать жабры это фильтр такой же как масляный фильтр такой же как воздушный фильтр так сейчас вот катьки дам такой вот классный хрящ мне он классно режет катя 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 на кушай ну тоже попробуешь можете с косточкой так ну что спи дальше дальше вынимается все рукой нож дальше не нужен только разделывать на куски чуть-чуть вот так ну это выглядит таким образом желчь остатки икры когда-то она была после нереста это вот в уху для навара это вот тут печенка 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 такая здоровые плюща это вот здесь тоже уже желчи испачкала катюхи катя на тут вкусно кушай что не с кушай я выкину так ну давайте порежем его на кусочки вот так вот так вот так вот так вот так такой вот рез у него прикольный прикольный вот я практически первый раз при вас режу м кай я вам хочу сказать интересный рез хороший все намоется хвост еще отрежу вот 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 там и очисти. Посмотрим на разделке. Здесь какой плюс? Можно нажать, но кость леща, если не попадаешь, не жду. Достаточно приличная, соответственно все прошли. Еще отрежем кусочек. Здесь удачно попал между позвонков. Ну, смотрите. Тут видно даже по видео. Да, нож как универсальный хороший, но по сути он может использоваться на каком-то небольшом количестве рыбы. Вот одного леща, потому что вот рукоять, да, рукоять не скользит, то есть сам пластик, огонь. Вот он весь в слези. Рукоять даже без гарды очень надежно фиксируется. Ну, а этот нож рез совсем другой. Здесь тоже вот. Ну, леща такой, уж не скажу, что мелкий. Ну, здесь вот еще, парни, какая штука. Вообще эскет первый раз хоть что-то делаю. А то эскет скоро не будет, а я еще ни разу не пробовал. М-ки вернее. Ну, и ескет тоже. Ну, скажу так. М-ку можно рекомендовать. Понятно. На серьезную рыбалку, на разделку большого количества рыбы. Это нормально. Нож не пойдет. Огонь мне нравился. Это универсальный. За грибочками сходить. Ну, вот одного лещика разделать. Дальше. Я попробовал порезу М390. Обязательно себе нож из нее сделаю. Обязательно. Очень понравился, души говорю. Первый раз режу. Вообще, ну, просто как все. Димал мы из нее делали. Попробовал. Здорово. Очень приятный рез у железки. Даже вот здесь вот, ее все равно чувствуется. Ведь вот, понимаете, здесь Д2. Рез первичный в разы выигрывает Д2. А у Д2, кто работал с Д2, у него достаточно агрессивный, интересный рез. То есть, вот, как бы, на мой взгляд, результат видео. Ну, а то, что рыбацкий нож лучше для разделки чистки рыбы. Ну, так это, по-моему, так понятно. Цель другая была. Поясню. В принципе, для себя сделал вывод. Сейчас вот себе парочку ножек я сделаю. И замки. Кухонник сделаю. Обязательно. И рыбацкий сделаю, в общем-то. Может, даже вот это себе оставлю. Другой сделал. У меня есть немножко. Это можете купить, кстати. Он, даже после всех костей, брить нечего. Но, в принципе, вот даже... Шикарная сталь. Скажу так. Мне мало стали нравиться. Мне нравится 9ХС порезу. Я даже сейчас за эску не говорю. Вот это хорошее. Прикольно. Только то, что... Не знаю, удастся ли я найти сейчас. Вот так. Из М-ки. У нас М-ка тонкая есть. Ну, как раз вот для рыбацких. Заказывайте. Будете меня добрым словом вспоминать. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok